Давай определим твой тип голоса прямо сейчас. Классификацию голосов возьмем у замечательного преподавателя Сета Рикса. Что он по этому поводу пишет? Верхний предел по диапазону зависит от того, насколько техника у человека разработана. Хоть бас, хоть тенор, хоть баритон может брать верхние ноты. Да, кому-то это сложнее, кому-то проще. Механика в любом случае одна. Но нижняя часть диапазона в большей степени уже определяется физиологическими особенностями строения голоса. Так вот, Сет Рикса ставит границу у теноров нижнюю на до малой октавы. Можешь взять эту ноту? Попробуй. Теперь попробуй ниже. Получается? У чистых теноров обычно вот эти более нижние ноты от до, си, ля диез, ля, ля, выходит, не выходит. Либо выходит с очень большим трудом, либо не выходит. Баритонов Сет Рикс отмеряет по соль. Баритонов Сет Рикс отмеряет по соль. То есть если тенор у нас, и, а, примерно здесь заканчивается, то если мы можем с тобой взять нотки ниже, Если получается взять эту ноту, то по меркам сета Ригса ты баритон. Басов он определяет на ноте ми малой октавы. У меня не получается взять эту ноту. Если ты можешь. Ну, я не могу. Если ты можешь, то ты бас. По версии сета Ригса. Теперь девушки. Что касается девушек, то альтов по нижней границе сета Ригса отмеряет так же, как теноров по вот этой нотке до малой октавы. Если эта нота получается, то голос, вероятно, альт-контральто. Сопрано и мецо-сопрано по версии сета Ригса начинаются в районе соль малой октавы. Если эта нота берется, а вот нижняя не берется, значит, речь идет скорее о сопрано. И мецо-сопрано часто сдвигают еще немного ниже до ноты ми малой октавы. Итого нижняя граница альтов примерно здесь. Метц сопрано примерно тут. И сопрано здесь. Нижняя граница басов здесь. Баритонов тут И теноров здесь Что касается верхних нот, то любому голосу по большому счету нужна постановка для того, чтобы хорошо звучать наверху Да, тенорам это может быть немного легче, но принципиальной разницы в том, как ставится голос, нет Так или иначе голосовые связки нужно уплотнять, так или иначе связки нужно вытягивать и два эти процесса координировать и объединять в один Сделав это, любой голос может звучать классно и любой голос может звучать по большому счету высоко По моему мнению, тип голоса играет третьестепенную роль и не может являться оправданием, что я не могу взять верхнюю ноту, потому что у меня тип голоса такой Сейчас вокальная техника и обучение вокалу очень быстро развивается, и спасибо в том числе YouTube за это Поэтому любой голос можно отстроить, настроить и овладеть им качественно, классно звучать Чего я тебе и желаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!